Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в террарию. Всем и желаю приятного просмотра, приятного аппетита, огромное вам спасибо за лайки, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Бери какую-нибудь вкусняшку. Мы продолжаем. И сейчас начинаются просто мучения, настоящие мучения. В общем, давай заходим, браток, и вот в этот мир. Да, друзья, в этот мир мы с тобой заходим. Мы, наконец-то, победили стенку плоти. Конечно, вот честно сказать, я очень сильно, как бы тебе сказать, упорный, такой прям вот упрямый, как еще тот осев, по-русски говоря. Потому что, что за фигня? Я же мог реально нормальную арену. Смотри, конечно, насчет арены верхнюю помощь, да, это вообще неудачная первая версия. Вторая версия уже удачливой. Мы все-таки завалили стенку, но было трудно. Хотя вот эти вот здания можно же было как-то убрать. Времени, конечно, не хватило. Хотя я, кстати, на все это про все убил больше восьми часов. Из-за вот этого инцидента, блин, пришлось как бы ролики. Но у меня на самом деле такое часто бывает, потому что в одной из какого-нибудь игр, которые я снимаю, там действительно происходит какая-то жопа. Я как бы любитель хардкора, но, к сожалению, много-много времени-то уходит, понимаешь? Ну, в общем, мы как бы не особо подготовились. Вот, у меня был нереальный пчелиный лук. Мне кажется, стенку плоти навряд ли кто-то вообще вот именно с этим луком-то валил. Также у меня есть пчеломет и всего лишь 180 маны. В общем, на самом деле, мне кажется, я молодец, молодец. Хоть как бы уже чуть-чуть выше, круче нуба, но все равно я молодец в плане того, что смог одолеть с таким как бы снаряжением стенку. А так, по идее, блин, надо было посмотреть, наверное, какой-нибудь гайдик. Там по-любому намного легче все это делается. Не восемь часов, как я, блин, потратил на это все про все. А ролик всего, по-моему, на 35 минут. Вот, вот как не очень хорошо-то получилось. Хотя у меня, вот, видишь, дофига зелий и так далее. Мы выбили, значит, смертельная лазерная винтовка. И, слушай, на самом деле, в обычном, в обычном, обычной сложности, не на мастере моде, да, в обычном мире, у меня уже намного было круче снаряжение. Сейчас у нас что-то вообще все фигово. Давай подумаем. Да, а, короче, мы займемся в этой серии, понятное дело, нам нужно ломать алтари. То есть мы, скорее всего, так, что-то подлагивает, прикинь, что-то подлагивает. В общем, в этой серии мы будем искать багряное сердце, да, у нас тут есть. Нам нужны алтари, мы их будем ломать, ребята. Надо их только найти, вот. Мне, правда, там написали ближайший, ни в коем случае не ломай, потому что, понятное дело, он мне пригодится. Вот, будем сейчас искать эти алтари, разрушать, ну и плюс, конечно, самое интересное, порыбачить в аду. Я, между прочим, смотри, у нас 13 адских бабочек, 13 магмовых улиток, при том 35% силы наживки, а, а? Ну и триловых мухи, это такое. В общем, пойдем, прочитаем советы и будем начинать. Ну что же, друзья, давайте прочитаем ваши комментарии, и на удивление, на самом деле, да, активность сейчас вообще просто мизерная. Я понимаю, я понимаю, ребят, потому что второй раз смотреть, конечно, мастер-мод, он добавляет какие-то плюшки, но вот как бы одной тоже практически. Так что, блин, побыстрее бы моды, я сейчас очень буду стараться, ребята. В общем, подзагружаемся, огромное спасибо, что все равно смотрите, мне очень приятно. И рыбоет у нас, товарищи, как вы думаете, через сколько, братишка, закончит прохождение мастер-мод серии? Через 150 в конце июля. Блин, ну ё-моё, это мне вообще не нравится, ребята, надо как можно быстрее это делать. Понимаю, как же быстро растут нубы. Ну, так он профи, да-да, конечно, я еще тот профи. На самом деле, нет, ребята, ни хрена я не профи, к сожалению. Хотел бы быть, но уже потихоньку, помаленьку средний как бы игрок. Но я говорю, вот можно было стенку плоти, наверное, как-то полегче бы убить. Конечно, я упрямый именно, вот упрямый, правда, я не сдаюсь. Я не сдаюсь. Восемь часов даже, вот, чуть-чуть там подизменил в плане арену, чуть продлил, да. Зелье там, нашел вот пулемет, но даже без пчелогранат этих мы с тобой и так не поменяли. Да, вот это, кстати, надо бы сделать, молодой, спасибо тебе. А, браток, стрелы покупать невыгодно. Их можно очень легко создавать, 25 штук за один камень. Нет, ну, понимаешь, в чем прикол? Если есть деньги, то можно... На самом деле тут все просто, бро, мне лень. Мне лень из-за этого, вот, как бы, вот. А камень я практически весь потратил на арену нашу. Так, ой-ой-ой, это лучше не говори, брат. Вот это такое не говори. Я, блин, не хочу даже представлять это. В большом дереве спавнятся гномы. Вот, 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 хики кому... Я, по идее, уже слышал такой, типа, совет про гномов, то, что нам надо их что-то забирать, они вроде как что-то... Так, сейчас прочитаем, ребята. Если их вымотить на улицу, то они окаменеют, и их можно будет собрать. Гномы повышают удачу, если их поставить рядом. Также удачу повышают... Они крафтятся из жемчужин, которые можно достать из устриц. Устрицы выливаются в оазисе. Факел обиомов. На каждый биом свой факел. И ночь фонарей. Она появляется после первой победы над боссом и прохождение событий. Так, то есть удачу, удачу повышают. Угу, ладно, спасибо, бро. Так, мой совет опять не заметили. Мемный карась. Блин, это печально, это печально. Я смотрю с левого. Прогресс. Максим, спасибо тебе, спасибо тебе. Меня этот дед заколебал так же с левого, когда я создал персонаж. Блин, ладно. Так, давайте случайный комментарий. Кто же у нас с Шершнем? Сергей Кисляк. Серега, поздравляю, ты у нас с Шершнем сегодня будешь. Какой дальше босс? Пока, пока, пока рано. Механический червь, наверное, там. Посмотрим, посмотрим, братишечка. Сергей, погоди. Чумной доктор, красавчик, спасибо. Ребят, на самом деле, реально очень много. Я почему у тебя и мау про сон? Классная игра, вместе с тобой прохожу. Кёва, спасибо тебе. Правда, это вдвойне приятно, что ты даже смотришь и включаешь на задний план. Меня, как бы, и сам играешь. Это ещё круче. Огромное, брат, тебе спасибо. В общем, Серёга, у нас будет Шершнем на сегодня. Возвращаемся в игру. Ну что же, ребята, мы возвращаемся так же. Я забыл вам показать вот такого коня адского из стенки плоти. Прикинь, выбил. Смотри, как он разгоняется, блин. Да, и уничтожает бедных. Но, к сожалению, как только, да, у нас препятствие, то он... Ну, может, он, кстати, ещё пригодится. Он, когда разгоняется, ребят, самое интересное... А, не-не-не-не, это моё хп тратится. Когда разгоняется, получается... Так, понятно. Кстати, посмотрим лазер. Ой, хорош. Ой, хорош. Только насчёт вот... К сожалению, ребят, маны. Маны. Мана. Так-то, слушай, хорошая сука, но быстро мана расходуется. Вот. Мне пчелиный лук даже сейчас пока нравится. Но нам сейчас надо порыбачить. Призываем Серёгу. Ой, Серёга, здорово тебе, брат. В общем, я думаю, ребят, пора нам в ад порыбачить. Да, сегодня серия для кого-то может окажется... Не очень прям суперинтересная. Мы, кстати, посмотрим на улов. Надеюсь, он не разочарует. Потому что после убийства Стенки Плоти там какой-то очень хороший лут будет падать. Мне тогда ещё говорили, ребят. Вот. Так, а что ты думаешь? Может, мы с тобой что-нибудь положим? Ну, вообще, вот это вот я хочу положить. Как-то мне это такое... Пепел можно на это. Ладно. Всё. Идём. Идём, друзья. Погнали. Ля! Вот это прикольно. Так, погоди, погоди. Осторожней надо. Гид прибыл с возвращением, братишка. Бедный гид. Слушай, я в общей сложности, наверное, где-то... Слушай, где-то, наверное, раз... Так, паутина нас затормаживает. Слушай, 15 или 20 раз призывал. Но, смотри, я пользовался как бы маленькой хитростью. То есть, Alt-F4, друзья, вот. Специально. Я специально так делал. Ну, когда босс прям видно, что прижимает. Но всё равно он... Стенка эта дурацкая меня убивала. Я не успевал Alt-F4 нажимать. И этих куклу Вуду. Как же сложно было. Как же сложно. Как же долго, ребят. Я говорю, в общей сложности 8 часов прошло. Это пипец. Так, всё, ребят. Сейчас мы начинаем здесь делать кап... А, слушай, может не здесь? Не-не-не, слушай, давай-давай-ка погоди, погоди. Начинается, начинается... Жопа начинается. Так, ладно. Спокойно, 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 браток. Так, давай. Аккуратненько вот так вот делаем. Побольше. Так. Это чё за хрень? Ёпарасы ты! Дура... Лизень? Массовый тур по желатиновым местам? Чего, блин? Это кто нафиг? Такой. Ёпарасы ты! Да что здесь нафиг творится? Кто вы такие? О, измученная душа. Ага. Измученная душа. Это же у нас портной, ребят. Там же нужен порошок как бы. Блин, очищающий, да? Охренеть. Блин, ребятки. Я на самом деле сегодня хочу реально половить рыбку. Так что, пожалуйста. Ой, мама. Мама, не горюй. Вот так вот делаем. Всё, ребят, отвалите, пожалуйста. Я сегодня хочу реально порыбачить. Вот. Берём мы с тобой... Жесть! Это просто такая жесть, ребята. А... Блин. А мы можем с тобой вот так вот сделать? И, наверное, можем... Маленькие. Смотри, маленькие могут пробиться, а остальные нет. А, нафиг с вами. Пусть шершень Серёха наш. Как бы телохранитель прикрывает, если что. Я просто в шоке. Я таких... Слушай, я таких ещё вообще не видел. Приколов. Кто это такие? Так. Ну, у меня прочная удочка. Блин, с прочной удочкой я тут... Ну, что делать? Начинаем ловить, ребята. А... Горячие катушки! Достижение получено! Слушай, надо посмотреть, что это такое? Горячие катушки. Это типа про рыбалку, да? Что-то такое. Вообще, будет рыбачиться? Может, я как-то неправильно рыбачу? Что-то не клюёть. А клевать-то будем мы с тобой? Сейчас ждём, ребята. Я, может, неправильно как-то... Охренеть! Какие же просто там твари! Ребята! Слушай, я, наверное, неправильно как-то делаю. Наверное, надо прямо вон там вот. Блин. Меня напрягает. Ну, какого фига ты сюда зашёл? Давайте, ребята, отходите потихоньку, помаленьку, пожалуйста. Блин, их всё больше и больше. Не надо, не надо! Стой! Нет, нет, нет! Да куда же вы? Да! Ну всё, он сейчас тут застрянет. Идите нафиг! Я вас не звал! О-о-о! Ты ещё её нафиг скинь мне! Ха! Блин, ну конечно. Когда не надо, тут дофига. Продвигаемся, ребят. Продвигаемся потихоньку, помаленьку. Давай. Козлуй, давайте, уходите отсюда. Да улетай ты! Так, ладно. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах! Прям в лаву. Так, ну это хорошо для нас. Для нас это, конечно, хорошо, ребята. Это капец. Говорится, в домашних условиях не повторять. Что мы с тобой делаем? Так, ну, наверное, ещё чуть-чуточку мы с тобой тут продлим. Угу, всё, у меня закончился камень. Тут уже выходить только зелье нужно будет. Проблема, ребята, то, что монстры могут залететь. Прошу. Не, ну вроде нормально. Так, берём прочную удочку. Нам нужно ниже. Нам нужно ниже, ребята. Нам нужно ниже! Ай, у меня нету, к сожалению. Да, у меня есть кирпич. Ну давай его тогда поделаем. Нет, 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 главное, чтобы не упало. Пожалуйста, мне не нужна сейчас стенка. Определённо не нужна. Так. Вот такой вот кирпичик. Красивый. Так, пробуем здесь. Нет. Ну, по-любому сюда, да-да-да. Да блин, они козлы, что делают, а? О! О! Аллилуйя! Аллилуйя, ребята! Господа! Слушай, я... У меня есть такое чувство, что ни хрена, блин, сейчас ловиться не будет. А как ловить-то рыбу? Рыбу. Ну, ты понял? Неужели реально нужна адская удочка? Нет, просто я смотрел в Википедии, ребята, там было написано то, что уже она не нужна. Типа, главное просто наживку и всё. Но, похоже, нифига. Ладно, ребят, сейчас я посмотрю, в чём дело. Фух, ребята, всё, всё ловится, всё отлично. В общем, и бесов нету, которые, блин, засранцы. Ещё те могут через стены спокойненько, да, нас стрелять. В общем, смотри. Я сделал всё-таки рыбака душелова. Мастерство рыбалки 20%. Смотри, чё я тут поймал. Золотопёрый карп. Обсидиарыба. Вот. Так что всё у нас отлично сейчас будет, ребят. Я, правда, я действительно испугался, потому что раньше, как там было, там... О, нет, нет, не надо. Не надо мне мешать рыбачить. Пожалуйста. Не надо. Хотя, может, эта штука нам и не будет, кстати, мешать. Она не доберётся до меня. Ладно, всё, давай рыбачить. Так вот. Раньше как было? Нужна была огненная удочка. Сейчас, или как она там называется? Ящик из адского камня. Офигенно. Просто супер отлично. Отличный. Блин, надеюсь, там просто имбовый будет лут. Потому что сейчас он мне прям необходим. Действительно. Так, ну-ка, стеной змеи, кстати, не особо нам мешает. В принципе, то. Ну, посмотрим. Серёга молодец. Атакует. А, такой маленький. Но не боится. Не боится. Прям над лавой летает. Ну, шо ты... Оп. Обсидиа рыба. Отлично, отлично, отлично. Так вот, друзья. Я забоялся то, что раньше огненной или какой-то там удочкой специальной надо ловить. Притом её получить очень сложно. Потому что надо у рыбака 25 квестов выполнить. 25 заданий. Вот. Ну, ты сам знаешь, какие там задания. Очень жёсткие так-то. Конечно, можно, но столько времени бы у меня ушло. Вот. И в 1-4 версии добавили то, что вроде как можно с любой удочки. Вот. Я что-то пытался, пытался на свою старенькую удочку. Нифига. И сейчас вот на этой нормально. Более-менее. Ну, хотя вот смотри. Видишь, когда как. Что-то сейчас очень долго. Ну, я, друзья, конечно, сейчас... Так, давай перебросим. Вдруг. Вдруг. Сейчас смотрим. Наблюдаем за поплавком. Должен. Вот прям должен сейчас. Ребята, вот. Ну, должен, должен. Тык-тык. Тык-тык. Понятно. Засранец вонючий. Короче, ребят. Не, нам нужно все-таки осу пока что взять. Че-то я... Я такой всегда, наверное, нажимал и... И оса пчела. В общем, призывал. Блин, это круто, ребят. Ладно, давайте сейчас я наловлю все раз. Тут все, блин, в сундуки сделают. У меня тут говна дофига. Посмотрим, че наловим мы на 25 наживки. Посмотрим. А, да, друзья. На самом деле мухи у меня были. Три мухи. Вот, ребят. Вы не думайте, что я мухи эти забрасывал. И они у меня потратились. Нет. Я их, блин, удалил. Потому что я думал, типа, может, на них там как-то не действует. Все-таки нельзя будет наловить. В общем, все ловится отлично, друзья. Так что сейчас мы наловим. Это просто какой-то ад, друзья. Ну, это правда какой-то ад. Знаешь, сколько я... Знаешь, сколько я ловлю здесь уже? Нормально. Все. Все, наконец-то. Ура, ура. Я думал, мы сейчас минут еще семь вот так вот просидим. Я не знаю, какого фига. Но бывало такое, что чисто я с удочкой это сидел по десять минут. Ну, это примерно. Может, семь-восемь. В общем, двадцать шесть наживки у меня было. Потому что три мы с тобой мухи. Я тестировал. Думал, может, из-за мух как бы не могу на муху поймать. Оказывается, нет. На любую наживку бывало то, что вот именно десять минут. Три часа. Три часа я ловлю рыбу. Браток умер три часа назад. Ребята, не трудно. Вам не трудно поставить лайк. Пожалуйста, поставьте лайк. Я прям не хочу вас просить так умолять. Да, это как-то выглядит не очень. Но правда, я стараюсь для вас. Так что, друзья, буду просто счастлив, если вы поставите. В общем, ребят, я вообще ни разу еще эскейп не нажимал. Поэтому мы сейчас... Мне самому интересно, чего я там наловил. Не, я как бы помню, там много всяких различных предметов. Губка какая-то. Ну, в общем, три, два, один. Охренеть. Так, двадцать пять ящиков. Но они почему-то не подцветили. Ну, это, видимо, мы уже смотрели. Золотоперый карп. Обсидирыба 51. Бездонное ведро лавы. Содержит бесконечное количество лавы. Можно выливать. Охренеть. Ракушка. Если присутствует, вы услышите крики. Блок живого огня. Лавопоглощающая губка может поместить в себе бесконечное количество лавы. Вот это прикол. Так, еще одна ракушка. Кирпич. И вот, как бы так, зелень и видимость. Короче, ребята, а что это такое? Как вообще ее... А что она, собственно, делает? Гляди под ноги. Она чисто просто телепортирует в ад. Я думаю. Все, мы отправляемся домой. Ребята, сейчас я, конечно, все понимаю, но надо нам сохраниться. Представляешь, если бы сейчас выключили электричество мне. Или я случайно бы нажал Alt F4. Это просто жесть. Ребята, поставьте просто свой шикарный царский лайк. Все, давай мы с тобой сейчас положим вещи. Что у меня тут? У меня тут дофига. Вот, вот здесь нормально. Посмотрим, кстати, для чего это вообще используется. Ракушка, блин. Что за ракушка? Нафиг мне две ракушки. Бездонное ведро лавы. Я просто в шоке. Еще и губка. Я просто в шоке. Так, ладно, пусть будет. Сейчас мы должны просто вот это вот все положить. Что мне не особо нужно, чтобы место было. Ну, друзья, блин, мне сейчас очень интересно, что же там будет. Наживка для специалиста. Зелье маны. Обсидиановая коробка. Требует теневой ключ. Подвесной горшок и перегретая кровь призывает ездовую лавовую акулу. Ну, да, проблема... Погоди. Восходит кровавая луна. Нет, 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 нет. Только не это, только не это, только не это. Надо закрывать сейчас, закрывать просто все на завсов, ребята. Блин, быстрей, 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 быстрей. Блин, пацаны, надо это все закрыть. Блин, боже, быстрей, 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 быстрей. Фух! Охренеть, злая туча. Кстати, в кровавую луну, если порыбачить, тоже что-то будет интересное, но я пока не буду. Так, насчет акулы, это я просто в шоке, просто, я просто в шоке. Это надо, знаешь, скриншот чисто мы сделаем для превью. Я сделаю обязательно. Так, два уже обсидимана, мини-вулкан можно поставить. Тайный, так, 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 что-то... Можно ей позволять ловить рыбу в лаве? Тайный. Что? То есть, не используя ту наживку? О май, это же... Это же капец, мокрая бомба. Магмовая пальма, чаша, можно поставить. Не, на голове это носить нельзя, чаша лавового змея. А, это просто поставить, да. Пять! Пять обсидиановых коробок. Ботинки пробудителя пламени. Больше никогда не позволяю себе быть трусом. Ого! А, перегретая кровь еще одна. Кубень. Еще одна перегретая. Кобальтовый слиток. Украшенный теневой ключ. Призывает ручного мимика. Не, ну он у меня был, поэтому мне не так интересно с ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же много всего. Офигеть! Просто куда мне это все ложить? У меня вот от всякого говна тут дофига. Ну это нормально. Это, конечно же, нормально. Так, наживка. Вот это мы сейчас, не знаю, проверим, видимо. Мини-вулкан. Зелье маны. Коробка. То есть это мне уже даже и не нужно. Мокрая бомба. Кобальтовый слиток. Фух, ребят, ну это просто жесть. Это есть, в чем мы можем это продать, я так понимаю, да. Оттенки зелегравитации еще. Так, так. Сыть железный слиток. Опять же то же самое. Тут плюс мана. Платиновый. Кусочек адского пирога. Он еще не научился. Призывает детеныша-беса. Ну пусть он пока тут будет с нами. Офигеть. Так. То же самое. Ну и зелье-то прикольно. Так. Это супер. Блин. Как же много всего. Офигеть. Блин. Ох, блин, золото. Если честно, я думаю, что будет какой-то, не знаю, ну какое-нибудь оружие хотя бы. Потому что у меня с оружием проблемы на самом деле большие. А тут у нас как бы, ну такое все. Сибьи маны-то. Смотри, сколько. Ого. Так. Опять же коробка. Титановый слиток. Вот последний. Ну тут, конечно, теневого ключа у меня нет. Так, теневые ключи. Где их достать? Ребят, по-моему, в этом данж надо, да, сходить? Капец. Ну так-то у нас их много. В коробах. Так, ладно. Хорошо. Теперь. Теперь, теперь, теперь мы с тобой идем к гиду. Чтобы его спросить, попросить заготовления. Капец. Если честно, я думал, что будет дофига. Смотри, ужин из морепродуктов ускоряет регенерацию. Сильно повышает. Поджигает ближайших врагов. Что нафиг? Силье возврата. Так. Ооо, это топ. И в принципе, это топ. Слушай, это прям шикарно. Это прям вообще шикарно. Офигеть. Неплохо. Просто неплохо. Так, изготовление. Ракушка. Нет, я не знаю. Она просто, видимо, ватна. О. Чемоданчик рыбака. Можно носить. Леска никогда не порвется. Уменьшает вероятность. Споря. Капец. Что это такое? Можно поставить большой вулкан. Ну, как-то так, друзья. Как-то так. Офигеть. Так. Теперь мы с тобой используем эту ракушку. И мы попадаем сразу в ад. Вот это прикол. Вообще. Блин, за мной бес. Офигеть. Ну, жалко, что оружие нет. Я, если честно, почему-то думал, что будет дофига оружия. Почему-то у меня вот это вот. Но, казалось, нифига. Что у нас? Ну-ка. Офигеть. А как мне ее использовать, интересно, так? Чисто. Ну, в принципе. Ну, пока люлей я получил хороших таких. У меня ноль наживки. Афиг его знает, ребята. Ну-ка, сейчас мы попробуем. Я, если что, для превьюшки. Ой. Офигеть, это чисто реально ездит. Я в шоке. И урон нам не несется. Офигеть. Ну-ка. Короче, ребята, это просто офигенно. Ладно. Так. Да, тут. Что-то, блин. Как бы они так. Эссенция света. Все окей. Сейчас еще раз делаю. Типа для превью. Надо как-то вот здесь, наверное. Да, блин. И этот еще тут летает. Кстати, он мало наносит. Тут хп. А почему такое мало урона? Братишку. Прям очень мало. Что такое? Ладно. Так. Отправляемся, ребята, домой. Может, потому что я на этой акуле. Или. Характеристики не будут улучшены. А какая разница, ребята? Вообще смысл? Там же нет вроде характеристик. Ладно. Ребят, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. В общем, сегодня серия получилась довольно короткая, я думаю. Но главное, что много чего мы с тобой получили. Ездовую акулу, это вообще, это вообще просто угар. Прикол. Я не знаю. А, надо было вот так вот сделать, ребята. Да. Надо было вот так вот, наверное, сделать. Тогда бы. Тогда бы. Насчет ботинок вы прямо напишите мне. Вулкан, это интересно. Потом посмотрим. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки. Субтитры сделал DimaTorzok